Поздравляем с новым контрактом. Насколько для тебя это важно в день игры получить его? Спасибо. Ну, конечно, легче, я думаю, будет в плане моральном, так что... Но я сейчас стараюсь не думать об этом. Сейчас сегодня у нас важная игра, все мысли будут о ней, так что надо выложиться по полной, порадовать себя, порадовать всю страну, всех своих родных. Так что мы будем выкладываться, стараться победить и проходить дальше. Говорят, что нет мотивации, ну, не бывает такого, что не будет финнов мотивации, они все равно выйдут и будут биться. Это действительно так? Я думаю, да. Я не думаю, что ни одна команда не хочет проигрывать все игры на своем турнире, они будут выходить, я думаю, стараться играть, тем более у нас с ними постоянно происходят тяжелые игры, и в последнее время они с тобой ждали, и мы это понимаем, и они это понимают. Так что, я думаю, будет сегодня интересная игра, и две команды будут выкладываться только на победу. Ну, я не знаю, но так получается, что проигрывали, может быть, где-то не везло, может, где-то неправильно играли, и еще что-то. Ну, может быть, много факторов, но я думаю, сейчас это неважно, у нас сегодня игра, и надо забыть все эти прошедшие игры, и просто находить, и побеждать. А сейчас знаете, как играть? Ну, то есть неправильно играли, не знали, а сейчас знаете, как все это? Да нет, ну, в принципе, мы всегда разбираем соперника, да, и знаем то, что делает, какие там у них сочетания, какой урок, что может сделать в данной игре ситуации, и все равно есть импровизация, да, есть игра не идет, либо еще что-то. Конечно, мы разбираем, и сейчас мы разобрали эту игру финнов, и готовимся к этой игре. Все-таки то, что критичный контракт хорошо, плохо, может, хотелось многолетний, открывает, наоборот, возможность нового через год. Посмотрим, как будет, главное, чтобы команда хорошо играла, и я был доволен с собой, помогал команде, посмотрим. Еще один вопрос. Сергей Ямаев говорит о том, что у нас проблема большая, защитники слабо помогают форуном в атаке, и втроем тяжело взломать оборону соперников. Ну, современные такие, да, должны играть все 5 на 5, защитники должны помогать и в атаке, и должно быть наоборот, так что мы стараемся, и все равно мы не бежим с нами. Если есть какая-то возможность, все равно у нас четвертый игрок всегда старается подключиться, если нет возможности, то смысла обижать нет, надо играть с головой всегда, и с оглядкой на оборону, и я думаю, всегда, опять же, посмотреть на сильные стороны других команд, да, все играют 5 на 5 в зонах, то же канадцы, да, если им подключать все равно, они помогают потом обратно, так что, думаю, мы также стараемся играть в современной хокеи. Просто акрестовать не будете. Да, окей. Хорошо, ребята, спасибо. Спасибо. Английские вопросы, пожалуйста.